Добрый день, коллеги! Спасибо, что присоединились. На вебинар зарегистрировалось более 950 человек. Сейчас мы ждем еще 2 минуты, пока присоединятся остальные и начнем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый день, коллеги! Мы начинаем наш вебинар. Чат модерируется. Также в нем присутствуют двое моих коллег. Это Кирилл Шипулин и Егор Подмоков. Они будут собирать все вопросы, которые вы будете задавать в процессе вебинара, и в конце на секции Coin.A мы на них ответим. Сегодня мы будем говорить о продвинутых атаках на Microsoft Active Directory. Я утверждаю, что службе IT под силу создать защищенную инфраструктуру и передать ее на мониторинг подразделений информационной безопасности. Им, в свою очередь, для того, чтобы качественно выполнять эту задачу, нужны хорошие инструменты. Это как военная база. Ты расставил вышки по периметру, но все равно патрулируешь территорию. Меня зовут Антон Тюрин. Я отвечаю за обнаружение атак на сетевом уровне. Важной частью моей повседневной деятельности является threat hunting в инфраструктуре заказчика. И для этого у нас в распоряжении Expert Security Center есть 300 CM-корреляций и более 3000 IDS-правил. Мы на ежедневной основе мониторим различные отечественные и зарубежные источники, в которых публикуется информация о новых появляющихся уязвимостях и атаках, воспроизводенных, и на основании этих данных создаем детекты. Часть из этих детектов по самым громким уязвимостям и атакам, для того, чтобы обнаруживать их на сетевом уровне, мы публикуем в нашем блоге в Твиттере. Он называется Attack Detection. Сегодняшний вебинар пройдет по следующему сценарию. Вначале я кратко расскажу о сценариях, которые уже у всех на слуху. Основной частью вебинара станут 7 актуальных сценариев, которые обнаружить сложно, но можно. Особенно если к событиям добавить мониторинг сетевого трафика. В заключительной части я дам некоторые советы по тому, как предотвратить возникновение этих 7 атак. И также замечу, что вебинар рассчитан на 1 академический час, для того, чтобы все было сжато, интересно и динамично. Итак, поехали. Атаки на Active Directory, которые уже хорошо известны ИБ-вендорами и успешно ими детектятся. Первое, о чем хотелось бы сказать, это паззэхэш. Вы все прекрасно о нем слышали. И напомню, что он возможен в силу архитектурных особенностей механизма ландификации NTLM, разработанного у Microsoft. Суть в том, что помимо пароля пользователя, вы можете для того, чтобы залогиниться на удаленном хайдинге. Пароль хранится в памяти компьютера, с которого происходит аутентификация. Соответственно, его оттуда можно извлечь. Именно для этого в 2014 году французским исследователем Бенджамином Делпи была разработана программа Mimikatz, который позволяет дампить из памяти клер-текст-пароли и NTLM хэши. По утверждению самого Бенджамина, Mimikatz явился побочным продуктом его упражнений в изучении языка программирования C. Если злоумышленнику недостаточно тех учетных данных, которые он извлек с одного хоста, он может прибегнуть к грубой, но действенной технике брутфорса. Откуда взять словарик паролей, словарик пользователей для того, чтобы провести эту атаку? Любому члену домена доступно выполнение команды NetUserDomain, которая как раз таки и возвращает полный список имен пользователей внутри AD. Если же в AD есть система онтификации Kerberos, то злоумышленник может прибегнуть к атаке, которая называется Kerberos. Она заключается в том, что злоумышленник может попробовать сбрутить и расшифровать так называемый Ticket Granting Service. Это специальный Kerberos билет, который выдается пользователю для того, чтобы он мог онтифицироваться на каком-то сервисе внутри AD. Соответственно, злоумышленник запрашивает этот билет. Этот билет зашифрован хэшом пароля той учетной записи, под которой запущен сервис. Он его офлайн декриптит, тем самым избегая еще проблемы блокировки учетной записи. И в итоге при успехе он получает ClearText пароль от этой сервисной учетной записи. Как правило, сервисы запущены под высокопривилегированными учетками. После того, как злоумышленник уже получил нужные ему учетные данные, перед ним стоит задача, как можно исполнять команды на удаленных хостах. Для этого хорошо подходят утилиты TPS Exec из набора SIS Internals. Она хорошо себя зарекомендовала как среди IT-администраторов, так и среди атакующих. Сейчас мы переходим к семи, скажем так, заклинаниям атакующих, благодаря которым они могут получить полный контроль над Active Directory. PowerView, разведка с помощью специального фреймворка. SPM-скан, замена NMAP-а. Remote Session Enumeration дает ответ на вопрос, кто за логиня на удаленном хосте. Overpass the Hash, реинкарнация атаки Pass the Hash, Golden Ticket Всевластия, удаленное исполнение команд с помощью VMI, и, наконец, самая свежая на сегодняшний день атака на Active Directory, которая называется DC Shadow. Начнем со стадии разведки. Фреймворк PowerView, который на сегодняшний день является частью самого популярного на сегодняшний день фреймворка, который называется PowerSploit, и также нового фреймворка Bloodhound, который дает графовое представление связей сущностей внутри AD. Посмотрите на скриншот. В левой его части вы видите, что Bloodhound сразу же предлагает такие запросы, как найти всех доменных администраторов, найти все хосты, на которых залогинины доменные администраторы, а также выстроить цепочку от хоста атакующего до хоста, на котором есть сессия доменного админа. Она тем самым дает ответ, какие хосты нужно взломать атакующему для того, чтобы добраться до участки доменного админа. Как вы понимаете, такой подход сильно сокращает время на получение полного контроля над доменом. Bloodhound был выпущен в 2016 году, он до сих пор активно развивается. Как вы сами можете убедиться, не проходит и дня, чтобы не появилось нового коммита. Важной особенностью данного фреймворка PowerView является то, что он работает по протоколу LDAP, а не SUMMER, не по тому протоколу, по которому работает утилита NetExe, который давно и хорошо известен и б-вендорам, и который хорошо детектит. Для того, чтобы можно было обнаружить LDAP-активность данного фреймворка, существует событие 16.44. Для начала придется IT-службе включить логирование данного события. Оно включается добавлением специального флага в реестре. И после этого уже подразделение ИБ сможет получать данные события. Но я обращу внимание, что таких событий может генерироваться достаточно много. И хорошей альтернативой детекту по событиям является детект по трафику. Поскольку LDAP это ClearText протокол, соответственно, все запросы в трафике отлично видны. Следующей важной особенностью данного фреймворка является то, что он написан на чистом PowerShell, не имеет никаких зависимостей. И здесь для детектирования нам поможет появившаяся в PowerShell версии 5 возможность расширенного аудита. Событие 4.1.0.4 может нам показать Command Line, с которым запускается PowerShell, а также показать тело PowerShell скрипта. Соответственно, впоследствии мы можем по этому телу поискать какие-то характерные для PowerView названия функций. На протяжении всего вебинара я буду демонстрировать скриншоты из двух наших продуктов. Первый это MaxPatrol CM, и второй это Positive Technologies Network Attack Discovery. Это специальный программный продукт для обнаружения атак на сетевом трафике. Как вы можете видеть, здесь представлен скриншот инцидента. В левом верхнем углу как раз таки есть описание. Здесь говорится, что данный инцидент возник в результате того, что кто-то попытался сдампить через LDAP с доменного контроллера список пользователей. По трафику мы сделали аналогичный detect благодаря тому, что LDAP ClearTex протокол. Следующая техника – SPN Scan. По сути, она может заменить атакующему запуск NMAP. После того, как атакующий разобрался, какие пользователи и группы есть внутри Active Directory, для полноты картины ему понадобится информация о том, какие есть сервисы. Как это делается обычно? Запускается порт с Canon MAP. Но теперь эту информацию можно получить и из Active Directory. Она там уже хранится. Посмотрите на результат выполнения такого запроса. Возвращаются так называемые SPN. SPN – Service Principal Name – состоит из Service Class. Он уникален для каждого типа сервиса. Затем идет Host Name в форме в QDN и для некоторых сервисов – Port. Здесь вы можете видеть примеры SPN-ов для MSSQL с указанием порта для Exchange, для RDP. Полный список SPN-ов вы можете посмотреть по ссылке, который указан в правой части внизу. И для того, чтобы обнаруживать данный SPN-скан, нам снова приходит на помощь аудит LDAP событий. Что касается трафика, ситуация аналогичная. Важно отметить, что SPN-скан имеет значительное преимущество перед сканом MAP в том, что он менее шумный. Сравните сами. NMAP вам нужно подключаться к каждому узлу и отправлять пакеты на тот рейндж портов, который вы указали. А в случае для того, чтобы получить список SPN-ов, вам нужно отправить всего лишь один запрос. Следующая техника – Remote Session Numeration. Важной задачей перед атакующим на этапе Lateral Movement становится определение, какой пользователь на какой машине залогинен. Либо у него уже есть учетные данные NTLM-хэш или Kerberos Ticket пользователя, и он ищет хосты, куда можно беспрепятственно залогиниться, либо он в поисках хоста, на котором есть живая сессия доменного администратора. Тогда срабатывает сценарий. Охота, компрометация целевого хоста, залив мимикации, профит. Для обнаружения данной техники можно использовать два события. 4624 – это успешный лагон на удаленной системе с лагон-тайпом 3, а также событие доступа к сетевой шаре IPC-доллар, и важный нюанс – название пайпа – SRV-SVC. Почему пайп так называется, хорошо можно понять из трафика. В левой части слайда вы видите, обведенные красными рамками, как раз обращение к SMB, затем обращение к пайпу, который называется SRV-SVC. И вот этот пайп на самом деле позволяет взаимодействовать по специальному протоколу, который называется SRV-Remote Protocol, с конечным хостом. Он позволяет получать от него различную административную информацию, и в том числе среди запросов есть запрос, который называется NetSys Enum. В результате этого запроса возвращается полный список залогиненных на удаленной системе пользователей с айпишниками и с именами пользователей. В Сиеме мы сделали детект, основываясь на связке этих двух событий, с учетом SRV-SVC. И такой же аналогичный детект мы сделали по трафику в НАДе. Следующая атака – overpass the hash. Реинкарнация – pass the hash. Продолжая тему lateral movement. Что атакующий может сделать, если у него есть intlm-хэш? Он может провести атаку pass the hash, но на нее уже есть детекты. А может провести атаку over pass the hash. В чем суть? Протокол Kerberos был разработан специально для того, чтобы пароли пользователей в том или ином виде не передавались по сети вообще. Для этого на своей машине пользователь хэшом своего пароля шифрует запрос на нотификацию. В ответ Key Distribution Center, специальная служба, которая хостится на домен-контроллере, выдает ему билет на получение других билетов. Так называемый Ticket Granting Ticket, TGT. Теперь клиент считается аутифицированным и в течение 10 часов он может обращаться за билетами для доступа к другим сервисам. Соответственно, если атакующий из дампл-хэш, пользователь, который входит в доверенную группу интересующего его сервиса, например, ERP-системы или базы данных, атакующий может выпустить для себя пропуск и успешно авторизоваться на интересующем его сервисе. Каким образом можно детектить? Если атакующий использует PowerShell-версию Mimicats для проведения этой атаки, то здесь нам на помощь приходит логирование тела скрипта, потому что Invoke Mimicats – весьма характерная строчка. Или же 4688 – событие запуска процесса с расширенным аудитом командной строки. И, соответственно, даже если бинарь будет переименован, то по командной строке мы все равно обнаружим очень характерные для мимикации команды. По трафику overpass the hash можно детектить на основе аномалии, которая возникает в результате того, что Microsoft рекомендует для текущих доменов использовать для шифрования authentication request AES-256, а Mimicats, когда отправляет данные authentication request, он шифрует данные с помощью устаревшего RC4. Соответственно, в CIEM была сделана корреляция на обнаружение в командной строке определенных команд от Mimicats. И в NAD мы сделали детект по трафику. Кроме того, в трафике наблюдается еще одно отличие в силу особенностей Mimicats. Оно основано на разнице в цифер-сьютах в легитимном домене и в том, что отправляет Mimicats. Следующая атака – Golden Ticket. Вы наверняка про нее слышали. Известная техника. Что атакующий может сделать, если у него есть хэш-пароль специальной учетной записи, которая называется CRB-TGT? В предыдущем случае мы рассматривали вариант, когда пользователь может быть непривилегированным. В данном случае мы рассматриваем пользователя, хэш-пароли которого подписываются абсолютно все билеты на получение других билетов. Так называемый TGT. Соответственно, злоумышленник больше не обращается к Key Distribution Центру. Он сам у себя генерирует этот билет, поскольку Golden Ticket по сути является TGT. И затем он уже может отправлять запросы на абсолютно нотификацию на любом сервисе внутри Active Directory, причем на неограниченное время. И в итоге он беспрепятственно обращается к этому ресурсу. Golden Ticket, поэтому назван неспроста Golden. Каким образом можно детектить это? По событиям. Существует событие 4768, говорящий о том, что был выдан TGT, то есть билет на получение других билетов. И событие 4769, говорящий о том, что был выдан сервисный билет, который необходим для нотификации на каком-то сервисе внутри AD. Соответственно, здесь мы можем играть на разнице, поскольку при атаке Golden Ticket злоумышленник не запрашивает TGT у Domain Controller, он генерирует его самостоятельно. А TGS ему запрашивать необходимо, то если мы обнаруживаем разницу в полученных TGT и в полученных TGS, то здесь мы можем предположить, что происходит атака Golden Ticket. Как раз в Ciemi с использованием табличных списков, в которых мы логируем все выданные TGT и TGS, нам удалось реализовать такой детект. В трафике мы смотрим на особенности в поле специального реквеста TGS. Следующая техника. VMI Remote Execution. После того, как задача нотификации и авторизации на желаемых хостах решена, атакующий может приступить к выполнению команд удаленно. VMI как встроенный и предназначенный для этого механизм отлично подходит. Последние несколько лет Living of the Land, переводится дословно как «Жить земли», означает пользоваться встроенными в Windows механизмами в тренде. В первую очередь потому, что позволяет маскироваться под легитимную активность. На данном скриншоте вы видите использование встроенной утилиты VMIC. Ей указывается адрес хоста, к которому нужно подключиться, учетные данные. Указывается оператор process call create и команда, которую необходимо выполнить на удаленном хосте. Каким образом это можно детектить? По связке событий удаленного лагона 4624, причем обратите внимание на лагон ID, запомнили его. И событие 4688, говорящая о запуске процесса с команд-лайном. 4688 можно увидеть, что родителем запускаемого процесса является vmi.prvse.exe. Это специальный сервисный процесс VMI, который используется для удаленного администрирования. Видна команда, которую мы отправляли, netuser.add. И лагон ID совпадает с событием 4624. Соответственно, мы можем совершенно точно сказать, с какого хоста производился запуск данной команды. Detect по трафику. Здесь мы явно видим характерные слова Win32 process create, а также command-line, который отправляется на запуск. Здесь представлен скриншот недавно встреченной нами Malware, который распространялся в виртуальных сетях по принципу, схожему с принципом WannaCry. Только вместо шифрования она устанавливала майнер. Malware несла с собой Mimikatz и EternalBlue. Она дампила учетки. Затем с помощью этих учеток логинилась на все те хосты, до которых она могла дотянуться по сети. С помощью VMI запускала на них PowerShell. Скачивала PowerShell Payload, который опять же содержал в себе Mimikatz, EternalBlue и майнер. И таким образом получалась цепная реакция. Соответственно, в SIEM мы реализовали Detect по связке этих двух событий. И в NAD также сделали Detect по трафику. Прежде чем мы перейдем к оставленным на десерт самой новой и интересной атаке DC Shadow, я бы хотел сказать несколько рекомендаций. Продолженные длинные пароли, больше 25 символов для сервисных учетных записей, не оставят шанса злоумышленнику провести атаку кербер-роустинг. Потому что брутить придется долго. Очень долго. Сложно переоценить полезность логирования PowerShell, потому что оно поможет обнаружить использование многих современных инструментов для атак на Active Directory. Microsoft в своих последних операционных системах Windows 10 и Windows Server 2016 серьезно улучшил механизмы безопасности. И в частности он создал Credential Guard. Теперь благодаря этому Credential Guard больше не удастся сдампить из памяти NTLM-хэши и билеты Kerber's. Строгое разграничение ролей является хорошей практикой, потому что опасно сочетать в одной роли доменного администратора, администратора Active Directory, домен контроллера, всех сервисов и всех рабочих машин. Двойная смена пароля KRB-TGT. Напомнит, это самая сервисная учетная запись, в которой подписываются абсолютно все TGT-билеты. Если вы будете дважды менять этот пароль, почему дважды, потому что хранится текущий и предыдущий пароль, и менять каждый год, и желательно после ухода доменного администратора, то даже если сеть уже скомпрометирована, и злоумышленники выпустили Golden Ticket, изменение пароля, соответственно, делает этот тикет бесполезным. И им снова нужно начинать все сначала. И, наконец, средство защиты с непрерывно обновляющейся экспертной базы знаний поможет обнаруживать реальные и актуальные атаки. И, наконец, десерт, DC Shadow. На конференции в Израиле, которая называется Microsoft Blue Hat, Бенджамин Делпи и его соратник Винсент Литукс представили новый модуль Mimikatz, который реализует атаку DC Shadow. Суть атаки в том, что создается поддельный домен-контроллер, чтобы и изменять, и создавать новые объекты в Active Directory через репликацию. Исследователям удалось выделить минимальный набор SPN-ов, Kerberos, необходимых для прохождения процесса репликации. Их требуется всего лишь два. И, кроме того, они представили специальную функцию, в которой можно запускать репликацию контроллеров принудительно. Авторы атаки позиционируют свою атаку, как атаку, которая сделает ваш CM слепым. Цитата. Во-первых, потому что поддельный DC не отправляет события в CM, что понятно. А это значит, что злоумышленники могут делать различные темные дела с Active Directory, и CM об этом не узнает. Схема атаки. Для начала, на той системе, с которой производится атака, необходимо добавить два SPN, Service Principle Name, которые нужны для того, чтобы другие домен-контроллеры могли аутентифицироваться по Kerberos для репликации. Затем, поскольку согласно спецификации контроллер домена представлен в базе Active Directory объектом класса NTDS-DSA, необходимо такой новый объект создать. И в завершении вызвать репликацию с помощью функции DRS Replica Add. Каким образом DC Shadow выглядит в трафике? По трафику мы отчетливо видим добавление нового объекта в схему конфигурации типа домен-контроллер. А затем... Несмотря на то, что авторы атаки говорят, что CM в ее обнаружении не поможет, мы все же нашли способ, как можно косвенно обнаруживать ее, как можно дать понять службе ИБ, что в сети происходит подозрительная активность. Благодаря тому, что наша корреляция знает список легитимных домен-контроллеров, она будет срабатывать, когда будет происходить репликация с домен-контроллером, не входящим в этот белый список. Соответственно, подразделение ИБ может провести расследование и уже понять, это легитимный домен-контроллер, который добавила IT-служба, или же это все-таки атака DC-Shadow. По трафику мы также реализовали детект связкой двух правил. Первый на создание поддельного DC и второй на запуск принудительной репликации. Как показывает пример DC-Shadow, постоянно появляется новый вектор атак на Enterprise. И в этом океане ИБ событий очень важно оставаться на гребне волны, смотреть дальше и двигаться быстро. Каждый день мы в эксперт-секьюрити-центре исследуем новые угрозы и разрабатываем для них способы и инструменты обнаружения. По результатам этой деятельности и был сделан сегодняшний вебинар. А я благодарю участников вебинара за проявленный интерес. Дальнейшее изучение мира безопасности АД вы всегда можете продолжить в блогах исследователей на странице слева, а также читая наш аккаунт в Твиттере и наши исследовательские статьи. Готов отвечать на ваши вопросы. Юрий Детенков спрашивает, а смысл от DC-Shadow, если для реализации прав админа АД нужны правы администратора Active Directory? Смысл в первую очередь в том, что когда изменения вносятся через репликацию с поддельным домен-контроллером, эти изменения никак не попадают в CM. И, соответственно, возможность быстрее отреагировать на такие изменения у IB-подразделения немного. Кирилл Мурзин спрашивает, включены ли правила обнаружения в MaxPatrolCM, про которые вы сегодня рассказывали? Да, Кирилл, в течение двух недель, то есть к концу марта, все правила, все корреляции, созданные для CM, о которых я сегодня рассказывал, и все правила для Network Attack Discovery, для обнаружения по сети, они будут доступны для наших клиентов. Еще раз повторю, к концу марта. Эндрю Сазонов спрашивает, как отличить работу MaxPatrol с VMI от вредоносов? MaxPatrol использует VMI для того, чтобы удаленно сканировать узлы и проводить их аудит. Он не использует утилиту VMI-C, он использует непосредственно сам транспорт VMI. Кроме того, необходимо обращать внимание на то, что происходит на целевом хосте. Если там запускается PowerShell, который выкачивает какой бы то ни было payload с помощью веб-клиента, то такими вещами MaxPatrol не занимается. Дмитрий Проскурин спрашивает, как я понимаю, клиенты, купившие MaxPatrol CN, периодически получают обновление правил? Да, Дмитрий, все верно. И в ближайшее время планируется наладить, точнее сократить сроки вот этой самой периодики, чтобы в MaxPatrol CN, инстансах, которые стоят у клиентов, была максимально актуальная база экспертных знаний. Андрей Дудров спрашивает, что делать, если хакер, подключившийся к ПК-пользователю, перенаправляет или отключает, или подменяет логи? Как CM на это будет реагировать? Наш CM забирает логи с хоста с помощью специального агента. Соответственно, в данном случае, такие антифоренсикс, скажем так, действия злоумышленников, они будут неактуальны. Ну и маленький лайфхак. Когда очищается полностью журнал событий, то в нем остается всего одно событие, которое говорит как раз таки о том, что журнал был очищен. Это может служить отправной точкой для расследования. Олег Реев спрашивает, существуют ли рабочие материалы, блоги, статьи и т.д. по сценариям при обнаружении описанных атак. Сценария подобных атак... ...в первом списке, его ник Pyrotec, его зовут Шон Нетков, он автор сайта adsecurity.com.org и у него очень много информации о сценариях атак на Active Directory. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Виктор Гонтарь спрашивает, если у пользователя настроена ограниченная программная среда, запуск приложений скриптов по белому списку, то описанные атаки мало актуальны. Виктор, это сильно зависит от операционной системы. Если вы в AppLocker, например, внесли запрет запуска powershell.exe, то на самом деле существует масса способов запустить исполнение powershell скрипта на системе, даже если powershell.exe запрещен. Потому что на самом деле powershell это не powershell.exe, это совершенно отдельный engine, и к нему можно обращаться не только с помощью данного бинаря. Если же мы говорим о последней версии операционной системы от Microsoft Windows 10, то там есть специальный Anti-Malware Engine, который проверяет запускаемые, в том числе powershell скрипты, тот же invoke-мимикатс, например, или еще что-то из набора powersploit, то он его заблокирует. Петр Полешко спрашивает, как наши продукты справятся с точечным удалением записей с помощью инструментов ANB, записей из журнала. Как я уже сказал, записи форвардятся в CM с помощью специального агента, и они появятся там раньше, чем она будет удалена на компьютере. Соответственно, в CM события нужные, которые замочник хочет удалить, оно будет. Тамара спрашивает, имеется ли какая-то статистика по атакам на AD через Citrix. Тамара, вы можете почитать в правой части слайда, вы видите ссылку на статьи аналитические, которые выпускает компания Posit Technologies. Данную информацию вы можете поискать там. Артем Карцев спрашивает, чем для IT грозит смена пароля КРБ ТГТ? Артем, смена пароля для КРБ ТГТ многими администраторами воспринимается как некоторое опасное действие. Их можно понять, потому что они боятся разладить схему антификации вообще во всем домене. Но на деле это совершенно простая и отлаженная операция. Никаких проблем с изменением пароля данной учетной записи не будет. Можно менять хоть каждый месяц. Геннадий спрашивает, позволяет ли CM собирать данные не только с конечных компьютеров и серверов, но и с сетевых устройств и межсетевых экранов? Да, Геннадий, MaxPatrol CM поддерживает многие железные и виртуал апплайенсы от многих сетевых производителей, от крупнейших. Это и Juniper, и Cisco, и Alcatel. И в том числе и сетевые экраны. Да, все события, поступающие из этих систем, CM забираются, нормализуются, и на основе них делаются корреляции. Примером Firewall может быть Checkpoint, который мы поддерживаем. И Microsoft EGS тоже. Прокси. Экс спрашивает, можно подробнее об упомянутых в слайдах продукте от Rediscovery? Экс, у нас на сайте есть раздел, посвященный данному продукту. Там вы можете подробнее о нем почитать, а также связаться с нашими пресейлами, которые могут провести вам и демонстрацию, и пилот данного продукта. Сергей Кожевников спрашивает, есть ли вендора в списке поддерживаемых для CM, насколько я понял, нет, то сколько займет разработка? Сергей, я думаю, что нужно обсуждать каждый конкретный случай, и тот набор событий, который вы хотите нормализовать. Опять же, с этим вопросом вы можете обратиться к нашим пресейлам по MaxPatrolCM, и тогда уже данный вопрос можно будет обсудить. Благодарю вас за позитивный фидбэк. Спасибо. Что ж, если на этом вопросы окончены, то я еще раз благодарю вас, коллеги, за проявленный интерес, за ваше время. Был рад рассказать вам о современных продвинутых атаках на Microsoft Active Directory. Благодарю вас.